Цена на бензин не поднимется до 100 рублей. Резкого подорожания не будет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Казак на селекторном совещании. Главы регионов отчитывались о ситуации с ценами на топливо на места. Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил организовать прямые поставки бензина в Крым. По его словам, высокие цены на полуострове сохраняются из-за сложной логистики. Поставка грузов в Крым по-прежнему идет через Керченскую паромную переправу. В последние три дня роста цен нет. Ситуация замедлилась, стабилизировалась. Однако мы просили бы, Дмитрий Николаевич, с целью решения вопроса, все-таки закрепить за Крымом какую-то вертикально интегрированную компанию, которая напрямую могла бы с крымскими трейдерами работать, минуя биржу. И я сделал обращение и переговорил с Олегом Валентиновичем Белозеровым в адрес РЖД. В части ведения для грузов, которые поступают в Республику Крым, понижающего коэффициента. Там есть такая практика в размере 0,5. То есть Олег Валентинович предварительно говорит про работу. И в конце мая письмо в РЖД такое написал. Но вот пока на сегодняшний день видим, что ситуация стабилизировалась. Однако есть цены и до 50 рублей на 95-й бензин. Но вот в нынешней ситуации других предложений у нас по регулированным цен нет. С ФАСом, с местным управлением мы все отработали. Возможности ФАСа по влиянию на цену исчерпаны. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Казак призвал регионы мониторить ситуацию с бензином на рынках, а также оперативно информировать правительство. Еще раз обращаюсь к регионам мониторить ситуацию на рынках оперативно. И оперативно информировать территориальные органы Федерации. Они необходимы службы для того, чтобы они могли принимать непосредственные меры. Они обладают необходимыми полномочиями. И в случае, если не помогают, информировать правительство Российской Федерации. Примем все необходимые меры здесь на федеральном уровне. Прежде всего, у нас основные инструменты фискального характера, административного. Будем принимать меры для того, чтобы ситуацию стабилизировать.